Я человек, который никогда не просил ни одного пациента от социальных служб. Я всегда сама работала, сама себя обеспечивала. Но в этом году со мной приключилась ситуация, что социальные службы забрали у меня ребенка. Забрались на основании сфальсифицированного психиатрического диагноза. Было очень много нарушений при поставлении диагноза. Проходила без переводчика, проходила без свидетелей, без записи моих слов. Также я диабетчик и мой сахар влияет на настроение. Ни во время интервью, ни перед интервью мой сахар не был проверен. Я не считаю, что это какое-то оправдание, но я как минимум, даже если мой английский на хорошем уровне, он не настолько на хорошем, чтобы я смогла точно выразить свою мысль. После получения рапорта я перевела его и поняла, что мои слова были перевернуты не только с ног на голову, но и слева направо. Да, и на фоне этого рапорта социальные службы забрали моего ребенка прямо из роддома. Сейчас я в процессе опровержения своего диагноза, чтобы вернуть своего ребенка себе. Никакая помощь не предлагается, даже элементарно не предлагается помощь психиатра в этой ситуации, какого-то даже психолога. То бишь меня забрали ребенка и оставили. Моя проблема в том, что к социальным службам я обратилась сама. По своей наивности я считала, что социальная служба создана для того, чтобы помогать родителям или людям, которые оказались в плохих ситуациях. К сожалению, это оказалось не так. На данный момент у меня есть, по постановлению суда есть 8 часов в неделю встреч с моей девочкой. На данный момент ей 10 недель. Она до сих пор на грудном скармливании. Я молокоотсосом отсасываю и передаю молоко в приемную семью, где сейчас находится моя дочка. Мои встречи проходят в так называемом family center. Этот центр представляет из себя небольшое помещение в отдаленной улочке. Больше он напоминает, наверное, тюрьму. Мы заходим под росписи, мы заходим с разрешения работников, они нам открывают двери, находясь за стеклом от нас. Дальше наши встречи проходят на протяжении двух часов под надзором работников центра. Каждое мое слово, каждое мое действие записывается на лист бумаги, который передается потом непосредственно социальному работнику. Я не нанесла ребенку никакого вреда. У меня не было никаких мыслей нанести ребенку какой-либо вред. Моя была проблема в том, что я на острове без семьи и без партнера. Я во время беременности разошлась отцом ребенка по личным обстоятельствам. Они увидели во мне легкую жертву, у кого можно забрать ребенка. Все-таки вот эти социальные службы, они идут, я бы сказала, что это бизнес. Да, возможно, что это громкое слово, но каждый социальный работник получает 28 тысяч фунтов за каждого ребенка, переданного на усыновление. Сотни, тысячи родителей сталкиваются с такими ситуациями, но лишь ли единицы борются до конца? Я буду бороться до конца. Да, во время беременности, когда я пришла к социальным службам и сказала, что такая ситуация, я ушла от отца ребенком, мне некуда идти, они предоставили мне temporary emergency accommodation. Это студия Flat, за которую я не плачу, я плачу только cancel tax. Но эта квартира, она, скажем так, не приспособленная для жилья. У нас в доме нету отопления, у нас в главной двери нету замка, у нас не дом, а проходной двор. И люди у нас из семи квартир, мы все столкнулись с ситуацией социальных служб. Одна из моих соседок также потеряла ребенка пять лет назад. Его передали на усыновление, не на усыновление, на опекунство на долгий период. Это один из вариантов опеки над ребенком. Ей дано всего три визита в год со своим ребенком. И то не всегда дается этот шанс. Социальные службы сами решают, ты заслужил увидеть своего ребенка или нет. Даже всего на три раза в год. О том, что temporary emergency accommodation, это далеко не temporary. Изначально мне сказали, что этот accommodation мне дается на 12 недель, пока мне подыщут жилье, подходящее для проживания. В моем случае прошло уже 8 месяцев, и продвижений пока нет никаких. Мы также продолжаем жить без отопления, также продолжаем жить без входной двери, также продолжаем гонять из наших подъездов алкоголиков и наркоманов. Скажем так, есть такая профессия, как foster family. Это специальный человек, который берет к себе на передержание ребенка, пока идет судебный процесс. Судебный процесс длится 28 недель. Зарплата социального работника 2450 фунтов в неделю за то, что он смотрит за своим ребенком. За вашим, то есть, ребенком. Но при этом родители получают 83 фунта. Скажем так, почему бы эти 450 фунтов не отдать родителю, чтобы улучшить его жизнь, и чтобы он сам самостоятельно мог смотреть за своим ребенком. Сейчас этих фостеров, их очень много. Это, скажем так, профессия иметь семью, иметь чужую семью. Профессия воспитывать чужого ребенка. Если вы собираетесь сюда ехать, и у вас есть дети, наверное, повремените с этим. Я за 10 лет не слышала таких ситуаций, но как только я попала в эту систему с детьми, я уже познакомилась с десятками семей, которые прошли через это. Я бы сказала, что, наверное, каждая десятая семья с этим столкнулась. И вы, как новый приезжий эмигрант, вы попадете под колпак. Англия сама по себе теряет свою количественность, скажем так, свое количество. За счет приезжих эмигрантов мы становимся, вот англичане становятся с темнокожими и кореглазыми. При Балте же в основном они все светлокожие и светлоглазые, голубоглазые. Отбирая ребенка у эмигранта, передавая его в приемную семью англичан, ребенок автоматически становится англичанином. Тем самым они свой уровень, количество именно англичан поддерживают. Именно за счет детей эмигрантов, детей белых людей. Я, приходя в этот центр, я вижу, каких детей забирают. 95% что это белые дети. 95%. Я всего лишь видела, наверное, одного или двух забранных у черных, но там были действительно уважительная причина. И, наверное, несколько детей, которые были забраны из семьи пакистанцев. Большинство идет Прибалтика, Польша, Россия и Украина. Через несколько сотен лет они могли бы потерять себя, как белая нация. Поэтому им выгодно забирать именно у прибалков, именно светлых детей. Клубнику собирать я не планировала. Субтитры создавал DimaTorzok